Клиническая ситуация, в которой мы будем увеличивать прикрепленную десну вестибулярно в области одиночно стоящего имплантата на этапе раскрытия имплантата и установки в нормирователе десневой манжеты. Актуальна эта методика как в области фронтальных зубов верхней и нижней челюсти, в основном преимущественно верхней, так и в боковых участках верхней и нижней челюсти. Выполняется нюбный разрез, параллельный гребню, вот таким вот образом. Высоту этого разреза мы измеряем следующим образом. Мы измеряем зону препарирования вестибулярного кармана в области имплантата, вот таким вот образом. И отмеряем глубину препарирования на нюбе и соотнося ее с глубиной подпрепарированного кармана и необходимого полученного объема ткани вестибулярно. В среднем эта глубина всегда составляет около 7-6 мм. Вот мы с вами отпрепарировали, сделали два вертикальных надреза, они полнослойные, один горизонтальный. Мы вывели эти разрезы незначительно на вестибулярную поверхность, так как вы помните, что рядом у нас окружают, рядом стоящие зубы и там есть межзубные сосочки, которые мы не имеем права повредить. И далее, не отслаивая слизистый анкосичный лоскут, мы проводим деэпитализацию той части, которая будет подвернута. Методика эта называется так. Ауто-трансплантат на ножке, подвернутый в карман. Вот таким вот образом. Когда вы деэпитализировали эту поверхность, вы приступаете к формированию вестибулярно кармана. Постепенно-постепенно отслаивая, вы проводите формирование так называемого кармана или туннеля для будущей фиксации подвернутого ауто-трансплантата на ножке. Иногда для того, чтобы подвернуть этот ауто-трансплантат, нужно сделать дополнительно еще небольшой разрез вертикальный в более вестибулярную поверхность. И подсечь изнутри сам ауто-трансплантат на ножке вот таким вот образом. Чтобы нивелировать вот эту складочку по гребню, ее изгиб. И немного подрастянуть ауто-трансплантат, потому что он был более пластичный, более прилегал нам лучше к альвеолярному гребню. И позволил как можно быстрее зажить и восстановить необходимый объем прикрепленной десны вестибулярно. Вот таким вот образом. Мы еще с вами сейчас сразу проверим, насколько у нас готова принимающая лужа. Я вам советую пока не раскрывать имплантат, а закончить подворачивание ауто-трансплантата. И теперь мы выполняем наш любимый шов на вожжат для фиксации ауто-трансплантата на ножке. Помним, что мы должны соблюдать проекции вкола в слизистый косичный лоскут, прокола и прокола в самом ауто-трансплантате. Продолжение следует... И опять же мы прокалываемся в проекции вкола. Сейчас мы будем подворачивать ауто-трансплантат. Это удобно делать с помощью постепенного натяжения двух кончиков шовного материала. При помощи пинцета. Иногда удобно это еще тоненьким распаттером, от которого мы карманчик здесь моделировали. Фиксируется швом подвернутая ауто-трансплантат. И теперь мы должны зафиксировать вокруг формирователя десневой манжеты. Полученный объем прикопленный деснея соединить его с аппроксимальными поверхностями. Сейчас мы установим формирователь. Можно, например, в данный момент тоже использовать дневной матрасный шов. Продолжение следует... 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 Данный метод аугментации мягких тканей в области формирователя позволяет создать необходимый объем, прикрепленный десны в области имплантата, не прибегая к применению пластических материалов, используя только местные ткани. Он является малоинвазивным. Зубопротезирование после этого метода можно начать через 14 дней.